Здарова пацаны и пацанессы! Раз вы просили в комментариях на более серьезных щах поговорить о теме выбора инструментов, то сейчас мы это и сделаем. Приготовьте побольше жратвы, если вы собираетесь смотреть это во время еды, запаситесь туалетной бумагой, если вы это будете смотреть в туалете. Бложек будет длинный. Итак, с чего начинается изготовление любого инструмента? Это из подготовки материала. Я на самом деле буду говорить в основном об электрогитаре, но дело в том, что все эти постулаты, которые я буду озвучивать, они подходят и для инструментов, сделанных и других, и из дерева, и не из дерева, из пластика, карбона, металла и так далее. Потому что на той же электрогитаре есть и металлические запчасти и все остальное. Так как электрогитара это инструмент, на котором я играю уже очень много лет, то буду говорить о нем. Но действительно очень похожих элементов и проблем существуют для других инструментов, и они схожи. Итак, с чего, как производится гитара? Для начала, для того, чтобы гитару сделать, нужно срубить дерево. Здесь начинается самое интересное. После рубки дерева, его либо сразу распускают на доски и запускают в принудительную сушку, либо оставляют для естественной сушки. Принудительная, быстрая сушка происходит в течение 5-6 часов, а обычная принудительная сушка происходит в течение 5-6 дней. В этот момент из дерева выпариваются все древесные соки, и древесина, как говорится, становится готовой к употреблению. Но дело в том, что происходит при принудительном высушивании. Дело в том, что когда идет принудительное, особенно ускоренное высушивание, то всю влагу выпарить не получается. Она во многих местах остается внутри в микропорах, и она никуда не девается. Поэтому, кстати, именно эти инструменты, про них говорят, что чем старше инструмент, тем круче он звучит. Да, именно потому что со временем древесные соки в микропорах кристаллизуются, и такой инструмент действительно становится лучше со временем. При принудительной сушке, которая длится 5-6 дней, высушивается дерево гораздо лучше, и все равно это все до конца не выходит, и какие-то там микрочастицы все равно остаются, и на 100% дерево высушить нельзя таким способом. Тем не менее, этот способ, он дешев, быстрый, и имеет свои какие-то там преимущества экономические, назовем их так. Если вам нужно производить много инструментов, если это промышленное производство инструментов, такие большие цеха, как Гибсон, Фендер, ну, в общем, действительно большие заводы, которые делают это в промышленных масштабах, то у них это единственный способ получать достаточно исходного материала, своевременно, и не останавливать производство. Поэтому они поступают именно таким образом. Потом эти инструменты покрываются грунтовкой, краской, лаком, там, 100-500 слоев всего, и поступают в продажу. На самом деле, что может произойти? Вот, особенно, был у меня, как бы, у знакомого случай, то есть, он купил себе Фендер школьной серии, причем там был, по-моему, скол краски, то есть, он ему достался за какие-то очень смешные деньги, там, совсем смешно, то есть, инструмент столько стоить не может, но, тем не менее, он стоил действительно очень недорого, и для начинающего человека, который никогда в руках вообще инструмент нормальный не держал, это, в принципе, то, что нужно. Но, что произошло? Значит, он этот инструмент с собой никуда не брал, никуда не возил, не ездил ни на какие-то там репетиции, концерты, туры, тем более, нет, он у него стоял дома, и в один прекрасный момент инструмент взял и умер. Почему это произошло? Значит, он у него стоял, в принципе, в сухой комнате, в жилой, там, где он жил, но чувак любил, чтобы в комнате было прохладненько, и поэтому зимой у него балконная дверь была почти все время открыта, и вместе с холодом в комнату попадала влага, а инструмент стоял как раз недалеко от двери, и, ну, говорит, что-то вот стало не так с грифом, а я потом беру гриф, а он вот так вот пошел, короче, таким вот вентилятором, вот, то есть это все произошло от воздействия влаги, то есть такие инструменты очень серьезно подвержены воздействию климата, то есть это особенно зимой, когда сильно много влаги, его нужно высушивать, это может и с дорогим инструментом произойти, но, по крайней мере, на него это не повлияет катастрофическим образом, он потом просто высохнет, и все, ну, если вы им там прямо в воду его не бросали, то, и он там не лежал трое суток, то ничего страшного с ним не будет, дешевый же инструмент, к сожалению, в таком случае просто-напросто умирает, и сделать с ним, ну, больше ничего невозможно. Он мне задал вопрос, можно ли это исправить с помощью анкера, ну, на самом деле, когда мне задают вопрос про анкер, мой ответ, ребята, и лучше туда не лазьте, потому что, признаюсь честно, за 30 лет, которые я играю на гитаре, я анкер не трогал вообще ни разу, то есть я отстраивал высоту машины, там мензуры, там все, что связано с железом, с таким вот верхним, но анкер я не трогал никогда, потому что заводские настройки меня абсолютно всегда отстраивали. Возможно, я в этом случае не всегда прав, есть, как бы, определенная стилистика игры у каждого гитариста, и гитару можно специально под это дело подстроить, но это должен быть реально высококвалифицированный специалист, и таких я знаю, по крайней мере, вот в Украине я знаю, по-моему, один специалист именно такого класса, которому я бы доверил инструмент, чтобы он с ним там что-то сделал, подстроил, вот, все остальные, как бы, мастера, они могут сделать, ну, поменять лады, поменять железяки, там, что-то склеить, сколы, это все, ну, то есть не, не глобальные вещи, которые, в принципе, на звучание инструмента особо не влияют, поэтому, такие штуки лучше туда не лазят, если вы не знаете количество ньютон-метров, которые нужно там накрутить для определенного натяжения, сопротивления и так далее, вот, если вы все это не знаете, вот, лучше туда действительно не лазить, вот, и закончилась вся эта история тем, что чувак просто себе со временем купил более дорогой инструмент, по-моему, это PRS был, и вот он у него уже прожил благополучно, не знаю, что там с ним сейчас, но он прожил гораздо дольше, чем тот, это вот, что касается дешевых инструментов, значит, серийные инструменты, чем они отличаются, то есть там дерево сушится дольше, оно лучше, то есть они тоже менее подвержены этому всему, там больше слоев грунтовки, больше слоев краски, больше слоев лака, все это более качественно и аккуратно наложено, но, тем не менее, это не может спасти инструмент в каких-то там экстремальных ситуациях, и они действительно тоже умирают, что же происходит с инструментом, вернее, с деревом для инструмента, который сушат естественным образом, ну, во-первых, если мы говорили, что принудительная сушка длится 5-6 часов, либо 5-6 дней, то естественная сушка происходит 5-6 лет, да-да-да, именно лет, и такой еще важный момент, когда сушку делают принудительную, значит, чурку, вот этот чурбак, сразу распускают на доски, уже их сушат, и из них делают инструменты, при естественной сушке, берется вся колода, она сушится вот эти 5-6 лет, и только потом распускается на доски, это важный момент, на самом деле, что происходит с деревом за вот все это время, на самом деле, все древесные соки, кристаллизуются, то есть, дерево становится таким монолитом, оно правильно вибрирует, оно передает звук, потому что даже для электрогитары, на самом деле, качество дерева довольно важно, но если вы хотите получить там, какой-то живой звук, и для вас это важно, то есть, на самом деле, да, электрогитара может быть сделана из чего угодно, карбона, пластика, карандашей, мизины, и всего прочего, я думаю, вы найдете ролики, они сейчас сверх популярные, как сделать там электрогитару из карандашей, из мивины и так далее, вот, и она действительно будет работать, потому что, основную функцию в электрогитаре выполняют звукосниматели, но это не совсем то, все-таки, если вы хотите получить настоящий живой инструмент, который, ну, действительно будет служить вам верой и правдой, и звучать просто, как вот, ну, если вы там не приверживаете цифры, а вы хотите получить таки живой звук, то, все эти штуки, они не очень, на самом деле, поэтому дерево, действительно, нужно высушивать столько времени, и вот, вот это вот уже, кристаллизованное дерево, когда идет, и когда вот уже из этого монолита делается, корпус гитары, вот, тогда инструмент становится, действительно, инструментом, и вы можете представить, сколько уже, начинает этот инструмент стоить, потому что, банально, самые распространенные, как бы, очень, ну, недорогие, недорогая фурнитура для электрогитар, она, ну, она тоже не дешевая, и мы сейчас не берем, там, какой-нибудь, замшелый китай за копейки, мы к нему еще вернемся, но, смотрите, если у вас, хотя бы, на гитаре, один звукосниматель, хамбакер, например, да, этот двойной, и машина, тот, один звукосниматель стоит 100 баксов, машина стоит 100 баксов, то есть, все, вот уже только это стоит 200 баксов, а еще нужно не забывать про колки, про электронику, про лады, вот, про все это остальное, если звукоснимателей два, или тем более три, то, ну, вот, собственно, стоимость инструмента, теперь еще приплюсуйте к этому, дерево, которое сушилось, там, пять-шесть лет, вот, отсюда и выплывает стоимость инструмента, ну, я думаю, что про дерево я вкратце, как бы, рассказал, вы понимаете, как это все делается, почему, зачем, это действительно сложный, трудоемкий процесс, но, он того стоит, а теперь начнемся, фурнитуры, начнем, с моей старенькой гитарки, и, кстати, я сейчас возьму в кадр, ну, вот она, она тут уже, как бы, слегка разобранная, но, это нам не помешает, я все думаю, восстановить, но, как-то руки не доходят, ну, надо будет заняться, она, в принципе, у нее дерево живое, все хорошо, несмотря на какие-то сколы, побитости, пошорхости, в общем, ее можно восстановить, она, она мне тогда прослужила, 9 лет, вера и правда, несмотря на, как бы, более чем сомнительную фурнитурку, я думаю, что если ее восстановить, она еще лет 20 прослужит, и ничего с ней вообще не будет, ну, если ее об сцену не бить, как я это делал, с ней, ну, года три подряд, ну, разбивать ее об сцену не разбивал, конечно, как пит-таун, все равно, в принципе, я с ней вытворял такие вещи, здесь вот на ладах есть, вот на таких местах, тут есть такие сколы, которые мешают делать бенд, вот, то есть нужно, либо зашлифовать лады, либо поменять их, со временем, в общем, я не знаю, посмотрим, будет, как говорится, время и деньги, тогда будет видно, так вот, по поводу железа, значит, вот здесь, ну, машина сейчас, тут этой нет, тут стоял, флойд роуз, причем стоял, какой-то, это мастеровая гитара, я думаю, олды помнят, олды помнят, был такой у нас, гитарный мастер, Слава Логвинов, и вот это его инструмент, этому инструменту, я его получил в 97-м году, и он мне верой и правдой служил до 2007-го года, а, в 98-м году его получил, и до 97-го, до 2007-го года, он мне служил верой и правдой, как бы, у меня нареканий к нему особых не было, ну, потом, когда у меня появились, появился один, я как бы понял недостатки этого инструмента, и исправить их можно, собственно, нормальной, качественной фурнитурой, так вот, первое, значит, что произошло с машиной, поскольку, вся эта фигня была сделана из, стали М3, в народе пластилин, ну, это китайская такая штука, то, я в один, прекрасный момент, при натяжении струны, просто взял и сломал болт, который зажимает сухарь, в котором держится струна, мне повезло, что у меня были друзья, знакомые, которые смогли его оттуда высверлить, я купил другой болт, под шестигранник, он был короче, чем оригинальный, ну, в принципе, как-то этот вопрос решили, но, один момент, как я его поломал, я просто взял шестигранник, обычный шестигранник, вот такой вот, то есть, как бы, не такой там, нет, вот такой шестигранник, я его взял, и в руке держал, вот, длинную сторону, то есть, этих ньютон-метров, хватило, для того, чтобы сломать, болт, который, в принципе, предназначен, для того, чтобы сопротивляться, вот этому, на излом, он не выдержал, то есть, я его не закручивал там свет, как-то сильно, то есть, ну, да, его сильнее, чем надо, закрутил, но не настолько, чтобы он сломался, тем не менее, он сломался. Вторая история, у нас, значит, у гитариста у одного был Ибанес, не самый дорогой, но Ибанес, настоящий, все как положено, это уже была даже не школьная серия, какая-то там, средняя, то есть, это уже, в принципе, серийный инструмент, да, одна из самых дешевых, то есть, самая дешевая линейка там была, но, тем не менее, все-таки, казалось бы, да, так вот, у него сломался болтик, который держал, я не знаю, как это называется, но, в общем, в нем вставлен сухарь, и это все регулирует мензуру, я что-то не помню, как эта фигня называется, я думаю, в комментах напишите, кто знает, вот, и, ну, собственно, для того, чтобы эту штуку закрепить, в которой держится струна, и строить мензуру, мы нашли другой болт, он подходил по размеру резьбы, но у него не хватало ширины шляпки, то есть, он там совсем-совсем краями ее держал, и мы, как бы, нашли выход из положения, взяли шайбу, шайба была советская, и, ну, так на нее смотрели, смотрели, ну, ладно, там все равно, как бы, особо не видно, там этой рукой закрывается, и, в принципе, кому это нафиг надо, окей, крепим, то есть, поставили шайбу, ставили болт, закручиваем, 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 а натяжения нет, то есть, мы, ну, не понимаем, что-то, вот, идет не так, крутим, крутим, то есть, никакого сопротивления, ну, сейчас затянем, и все, даже не затянем, притянем, то есть, чтобы он остановился, как-то, ну, закручиваем, 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 ничего не происходит, мы не можем понять, шум, вот, оно же уже, как бы, держит, а оно крутится, непонятно, открутили в обратное, оказалось, что шайба, продавила этот металл, просто, вот, нафиг, там, такая бороздать, была от этой шайбы, и мы такие, да, то есть, это, вот, недостаток, китайской фурнитуры, стали М3, я не знаю, что они ее делают, может, это еще были, какая-то хрень, ну, насколько я знаю, используется, именно, такая вот, сталь, вот, я не прав, ну, если вдруг не прав, тоже, кстати, в комментах пишите, вдруг я ошибаюсь, в этом плане, ну, не суть, поэтому, нужно использовать, как бы, дорогие штуки, поэтому, собственно, рабочие инструменты, стоят, ну, сотку баксов, можно использовать, не китайский, есть лицензионные, флойд-роузы, кахлеры, они разнятся, там, по, способ укрепления, пружин, вот, но, сути, это двусторонняя машина, есть еще односторонняя, у фендера, ее только вниз можно опустить, то есть, расслабить струны, а вверх натянуть нельзя, так вот, есть лицензионные, флойд-роузы, у меня, кстати, на гине стоит лицензионный, флойд-роуз, я использовал уже, хвост и гриву, вот, уже с 2007, по 2020 год, ему, как бы, вообще, пофигу, он держит строй, он, ничего не происходит, такое, очень небольшое, отступление, к дешевым, флойд-роузам, мы, я не буду называть, сейчас, группу, эту, но, она довольно известная, мы с ними ездили, все по Крыму, это давно было, это год тоже, 2006, что-то такое, вот, и, был последний концерт, и гитарист подошел, базе гитариста, базе гитариста, у них, лидер группы, и он у него, спрашивал, а можно я машинкой, подергаю в конце, уже в самом конце, когда мы ничего играть не будем, то есть, то, что поплывет в строй, уже не страшно, ну, я зато, вот, вот это все, басист ему сказал, окай, они вдвоем, со вторым гитаристом, оторвались, вот этим, вау, вау, да, строй поплыл сразу, у меня на вот этой гитаре, было абсолютно то же самое, я потом, саму ручку выкрутил, и даже его не использовал, потому что, у меня, машина, прожила месяца три, у гитариста, у которого был, этот, этот, эбонез, про который я рассказывал, машина прожила, ну, месяцев пять, потом, началось все то же самое, строй начал плыть, оно ничего не держит, только к нему прикасаешься, все сразу, все плывет, и, короче, это очень ядерная фигня, которая мешает, особенно, во время концерта, ты только, строй поплыл, что делать, устраивать такие гитары, не просто, и если строй поплыл настолько, что его не исправить, уже микроподстройкой, то придется откручивать замок, вот эту вот штуку, вот, мне тут одного сухаря не хватает, ну, неважно, как бы, вот, это замок, на Дине у меня этот замок, держит, ну, этот, кстати, тоже держал, это, наверное, самое лучшее, что было на этом инструменте, он держал, строй, даже, если вот здесь, вот здесь, вот струны были вообще не натянуты, то есть, если не трогать машину здесь, а здесь вот колки, там, раскрутились, и тут вот вообще никак не натянута, тем более, ну, тем не менее, замок, вот этот вот строй держал, то есть, он как бы, то есть, это вот здесь действительно самая лучшая штука, на Дине у меня это еще интересней, и строй там не плывет, вообще ни при каких обстоятельствах, для подтверждения, там моих не моих слов, я думаю, вы сможете найти запросто видос, с Дайбэгом Дарлом, там у него Вашборн был, но это практически одно и то же, на самом деле, он отбил время концерта голову, на гитаре, вот, и она у него просто болталась на струнах, но тем не менее, замок держал строй, и он мог продолжать играть, совершенно спокойно, то есть, ничего никуда не поплыло, все, это вот, кстати, прикол, дорогой, интересной фурнитуры, теперь, звукосниматель, собственно, самое интересное, это звукосниматели на гитаре, у меня здесь стоит два хамбакера, это вообще какой-то китайский, но он лучше, чем те, что стояли здесь изначально, это EMG-HZ, не знаю, он мне не понравился, потому что у него довольно мыльный звук, во-вторых, как я его не паял, он все равно фонит ядерно, ну, возможно, конечно, я что-то отборщанул, ну, не знаю, в общем, мне он вообще не зашел, ну, стоит здесь и стоит, какая разница, такие штуки, вот, нормальные, стоят тоже по 100 баксов, есть и по 200, есть там активные по 500, на самом деле вариаций масса, вот, но, короче, штука важная вообще для игры, дальше, фурнитура вот эта, громкость, тон, переключатели, вот эти все, переключатель, ну, здесь я их тоже убивал хвост и в гриву, и вот, кстати, если будет слышно, значит, у меня громкость стала с выключением, ее изначально не было, сейчас я попробую продемонстрировать, вот этот щелчок, если вы слышали, то есть, я на полную громкость себя включаю, нет, а вот, когда я пытаюсь закрутить, щелчок, и звук пропадает, короче, это уже просто умер, потенциометр, его нужно менять, ну, тем не менее, 9 лет, она мне прослужила, просто по черному, в общем, по металлу, по сатонетам, не знаю, как угодно это назовите, но инструмент свое, как бы отработал, причем он стоил, тогда тоже там смешных денег, что я его, по-моему, за 250 баксов заказывал, вот, но, он как бы прожил, прожил свое, свое отслужил, я ему очень благодарен, поэтому, надо будет как-нибудь все-таки восстановить, ну, и последнее, по фурнитуре, это колки, колки, это тоже очень важная вещь, потому что, если колок дешевый, он тоже не держит строй, если у вас здесь нет замка, и если у вас здесь нет машины, но при этом, например, или фондеровская машина, односторонняя, которая, ну, она не может никак расстроиться, потому что она только в одну сторону работает, и на этих гитарах нет замка, вот так конструкционно, тогда еще не знали, зачем он, и его, собственно, не ставили, и если у вас дешевые какие-то колки, строй будет точно так же плыть, будет очень сложно отстраивать, просто потому что колок, вы не можете сделать здесь точную настройку, он раз, перетянули, раз, отпустили сильно, и все, а микро какую-то сделать, ну, это нереально сложно, и как бы я для себя открыл вот гроверные колки, я на них не нарадуюсь, это действительно замечательная штука, которая и микро подстройку можно сделать здесь, потом уже совсем микро здесь, потом закрепить замком, и строй у меня на самом деле, я буду настраивать гитару неделями, даже месяцами, потому что со строем ничего вообще не происходит, то есть иногда, да, из-за смены там температурных режимов влажности строй все-таки немножечко плывет, ну, тогда, микро подстройкой подстроил, и как бы все, то есть, но глобальных настроек, я не делаю, бывает и три месяца, то есть, ну, даже не трогай, все как бы ок на самом деле, ну, если там идут, конечно, какие-то важные штуки, студийная запись, или там какой-то важный концерт крутой, тогда, да, я, конечно же, проверяю гитару, все настраиваю, проверяю, насколько живы струны, меняю это все, и тогда я уверен, что инструмент мне не подведет в самый тесный момент. Ну, и касательно струн, значит, когда-то, очень давно, в 96-м году, у нас впервые появились струны Дадарьи в городе, это тогда были супер топовые струны, стоили они каких-то там целых 11 гривен, ну, для студентов это было очень дорого, и параллельно с ними появились Lion Sound, по-моему, или что-то такое, вот, они уже стоили 26 гривен, но это было вообще за небесные деньги, на них мы даже не смотрели. Так вот, струны, значит, Дадарьи и дешевле, там, Yamaha, еще что-то, у Yamaha вообще разные струны есть, но мне попадался, причем, три раза подряд, комплект, на котором, первая струна, на гитаре, на которой не было никакой машины, никакой фурнитуры, была елана старая, просто он напрямую их вставлял, и все, и ровно через месяц, первая струна, тупо рвалась, причем, я там ее не юзал прямо так уж, шоу, это, ну, вот, ровно через месяц, бэм, и все. И, самый, значит, адский геморрой, это когда ты ставишь новый комплект, и ты не можешь настроить гитару, просто потому, что она, струн не держит, то есть струны опускаются, тянутся, и строй, настроить гитару невозможно. Мы, как бы, как выходили из положения, мы покупали струны, натягивали их, как попало, даже иногда, чуть-чуть перетягивали, и потом уже, на следующий день, вот она сутки постоит, в таком состоянии, потом уже, на следующий день, когда струн растянутся, мы уже, настраивали инструмент. И кого же было наше удивление, когда до нас дошли первые видео с каких-то там крупных фестивалей, и мы увидели, что даже там не самым супергруппам струны меняют. По-моему, это концерт Бенедикшн был где-то там, то ли в Мексике, то ли что-то, ну, в общем, не важно. И там, значит, было видео, начало видео было, начиналось, видео начиналось с того, что гитарный мастер прямо перед концертом, буквально за час до концерта, менял струны. Мы такие, а как они играть будут, они ж тянутся. И для нас это было, в общем, какой-то неразрешимой задачей. После того, как появились нормальные струны, интересные, ну, то есть уже там эликсиры, GHS, там вот это вот все. Мы уже поняли, что струны и не должны тянуться, то есть ты их распаковал, поставил, натянул, настроил и забыл. И играешь сразу. Все, не надо ничего там ждать. Они никуда не тянутся, они никуда не расстраиваются. Единственный момент, когда строй может плыть с такими струнами, это вот на Floyd Rose, если вы меняете калибр струн. Ну, например, у вас там стояла условно десятка, вы там поставили одиннадцатый или двенадцатый, или наоборот, у меня там тринадцатые стояли, или подписные этого из Black Label Society, вот вылетело из головы, как его зовут-то. А, заквайлд, вот, подписные заквайлды, там вообще было одиннадцать с половиной на 72, он у меня еле в колок пролез. Вторая, вот я долго на ней сидел на этой серии, это было GHS 11,5-70. На 72-х мне еще не понравилось, там, при всем желании, на шестой струны, на первых пяти ладах флажолет взять нельзя. Способом с медиатором его нельзя взять. И классический способ, который используется на акустической и даже можно было, но как-то там тут раз, вот это вот. То есть, у меня, по крайней мере, это не получалось и я перешел на более тонкие струны и, собственно, чем это все закончилось, просто эти струны исчезли у нас в продаже. Нет, сейчас, конечно, благодаря интернету можно все заказать, но, как вы поняли, мы переходим к вопросу о струнах. Когда вы выбираете инструмент, ну, электрогитару, я вам советую выбирать все-таки стандартный инструмент относительно гитары, это шестиструнная, вот, просто потому, что вы можете не найти в продаже нужных вам струн, их может быть просто не быть. Я очень долго играл просто на тринадцатых комплектах, потом они исчезли и остались самые толстые двенадцатые и вот уже года три я, наверное, играю на двенадцатых эликсирах и, как бы, ну, в принципе нормально, я, как бы, привык, то есть, все хорошо, но поначалу это было непривычно, особенно, когда тебе нужно срочно это сделать, ну, то есть, что может произойти, вы скажете, ну, какая разница, закажи себе там, интернет, да, если вы, как бы, у вас все заранее спланировано, у вас никаких там форс-мажорных обстоятельств нет, да-да, можно заказать заранее, подождать, пока они приедут, прийти их распаковать и так далее. Ну, а бывают такие ситуации, когда, ну, так вот сложилось, например, что вы не смогли заранее ничего заказать, не знали, тут у вас какой-то концерт, гитара вообще на точке, поехали ее забирать, там, настраивать, полетели в струны, взяла и полетела, вот вы как бы настраивали, то есть проверяли, все, бам, и все, вы уже не можете, я всегда запас очень офигительный оставляю, чтобы можно было дотягивать их, ну, у меня струны задом наперед стоят, у меня головки струн на, вот здесь, в колках, ну, такая система крепления флэйдроуза и у Кахлера, по-моему, тоже, и, ну, собственно, остается, остается только бежать в ближайшие музыкальные магазины и покупать струны, как бы у вас другого варианта нет, и вот вы приходите в магазин, говорите, мне нужен тот, а тот, они говорят, нету, в одном магазине нету, во втором нету, в третьем нету, у нас их, помню, штук пять, примерно, в одном месте, было такое, отбежал их все, струн нету, в итоге я купил как раз такие эликсиры, и, собственно, так вот и остался на них, это была именно такая ситуация, то есть мне пришлось срочно это делать, настоящего комплекта просто нету, то есть, моего комплекта нету, вообще, слова совсем, были там, ротосаун, там, ну, короче, было все что угодно, но только не то, что, только не то, что мне нужно, то есть были там наборы, там, десятки, девятки, даже, восьмерки, тринадцатого просто, просто не было. Хорошие струны, это тоже не дешевые струны, можно посмотреть, как они производятся, там разные есть нюансы, довольно сложная вообще штука, там специальный феромагнитный сплав, для того, чтобы они лучше ловили, вернее, чтобы магнит их на звукоснимателе лучше улавливал, чтобы они четче звучали, это все, но, если струны производятся, не у вас в стране, а это зачастую так и бывает, то доставляют их к вам по морю, в контейнере, абсолютно не герметичном, он просто закрыт, но он не герметичен, и потом они приезжают к вам в страну, их везут на поезде, или там на автобусе, они лежат в магазине на складе, какой там склад, вы видели, какой склад в магазине когда-нибудь, явно не видели, он там тоже совершенно, не герметичный, зимой там может быть, и влажность довольно высокая, то есть это не то, что в луже стоят, ну просто высокая влажность, там 80-90%, и если струны, не в герметичной упаковке, то со временем, они ржавеют, и им приходит жопа, либо если как вот, там эликсир, еще какие-то есть, они, у них среди витков, добавлен полиэтилен, это сделано для того, чтобы сохранить сердечник, и вот эти струны, они служат гораздо дольше, то есть они умирают не через месяц, на них можно спокойно играть, там чуть ли не полгода, ну если вы там не играете, по 8 часов в день, такой момент тоже нужно учитывать, на самом деле, ну до Дарьево, они идут, там, картонка, бумажные упаковки, не только они, на самом деле, многие струны, от многих производителей, они просто в обычных бумажных конвертиках, они никак герметично не упакованы, и со временем, это струны выпустили, там год назад, вот как они хранились, весь этот год, совершенно непонятно, совершенно, с ними может произойти все что угодно, вы можете купить совершенно новые струны, поставить, а они не звучат, они звучат, как будто простояли уже там два года, такое было с одним нашим ба-зитаристом, с Адольфом, и он все поставил, купил какие-то там модные струны, мы поехали там в Анарходар, по-моему, вот он их поменял, он там всем рассказывал, какой сейчас будет у него жесткий звук, и пы-м, а оно пы-пы-м, и все. То есть он как-то там отстроил, у него получился звук а-ля рояль, он был вообще в дикой потере от этого всего, как так, что ж такое, как бы такая вот крутая фирма, вот такие дорогие струны, особенно на базе гитарных струн, я всегда, минимум, в два раза дороже гитарных струн, ну вот это произошло из-за неправильного хранения, транспортировки, или они просто действительно очень долго хранились, то есть свежие струны нормальные, которые вы получаете там напрямую с завода, ну это актуально там для США, Европы, может быть, Китая, если все-таки в Китае иногда делают хорошие вещи, на самом деле, я играл там на одном наборе струн, китайский, я уже не помню, как он называется, в принципе, они пока новые, недели три, они ничего, потом ровно через месяц они умерли, и как бы я их поменял, у меня был второй комплект Дадарио, на котором я не играл уже там лет нацать, я уже не помню сколько, я их поставил, и оказалось, что Дадарио, в принципе, за все эти годы не поменялись, то есть они как были говно, так и остались, но для начинающих музыкантов, в принципе, такие струны, они вполне себе нормальные, их можно использовать, если, в принципе, все это касается и нейлоновых струн, там тоже есть своя специфика, есть струны, которые тянутся, есть которые не тянутся, но нейлон, он в принципе тянется, но дорогие струны, они вот ты их натянул, они растянулись буквально, там сразу ты их подстроил, и все, и чем играешь, ничего не происходит, все нормально, в дешевых струнах, я помню, когда я там только начинал, и перешел на нейлоновые струны, это были там советские какие-то струны, то ли Светлана, то ли еще, ну короче, что-то такое, они могли, вот ты ее натянул, ты тянешь их, тянешь, настраиваешь, настраиваешь, там на самом деле, я гитару настраивал по 2 часа, столько времени занимала вот эта вот растяжка, потом я их, ну я понял этот лайфхак, что можно их натянуть, отставить гитару на ночь, и потом уже их дотянуть, и все будет нормально, дело в том, что несколько раз происходила такая штука интересная, то есть я струны, естественно, не перетягивал прямо так вообще, то есть просто немножко перетягивал, и несколько раз эти струны посреди ночи, без всякой нагрузки, и рвется сама по себе, то есть вот, причем она рвалась тупо посередине, ты никакие концы не мог использовать, то есть вообще никак их там связать, то есть вообще, ну я и на связанных струнах, на дорощенных играл, это там первая струна доращивалась, там чуть ли не шестой, были такие связочки, но это было на уровне головы, на уровне колков, то есть это вот тут вот эти все узлы были, ну если струна рвется где-то здесь, то все, вам длины не хватит, и остается только покупать новую струну, у нас была такая байда, продавались струны поштучно, но она довольно быстро прикрылась, потому что у разных производителей летят разные струны, и тот рынок, если угадать, ты не знаешь, ну грубо говоря, если мы там все абсолютно в городе играют на струнах Ямаха, и мы знаем, что летят первые струны, мы покупаем, как бы, для всех, вопрос, что делать с остальными струнами потом, они со временем, их накопятся, просто огромная гора, для чего, вот, ну это уже бодягу довольно быстро прикрыли, но какое-то время, ну-то или два, это все можно было купить там одну струну, и таким образом, как-то так, избежать, ну в общем, была такая довольно смешная практика, выживали как могли, ну вот это вот все, что я рассказал, это касательно струн, касательно фурнитуры, касательно, там, дерева, на самом деле, еще важную роль играют, конечно же, лады, обычно они делаются из силумина, это такой сплав, специальный, он стойкий к, то есть они довольно легко гнутся, но он стойкий на истирание, как бы, на самом деле, делают не только из этой, из этого сплава, то есть они абсолютно разные, бывают, ну вот это все зависит от производителей, такое надо или погуглить, или все-таки знающему человеку отдать, поэтому в вопросе выбора инструмента, это довольно сложно, если вы не сечете ни в чем, то есть для вас это вот, только-только вы решили этим заняться, вы не понимаете, что, как, чему, куда, зачем, для чего, почему это так, почему это так, какие бывают там, виды, не знаю, там, длина мензуры разная, почему, то есть, ну, вот это вот все, и это мы еще даже не говорили о разных породах дерева, на самом-то деле, так вот, если вы вот этих всех нюансов не знаете, то даже вот с помощью видео, даже если бы я там сейчас потестировал какие-то разные гитары, там, дорогие, дешевые, там, ну, всякие, на самом деле, это бы не решил абсолютно ничего, поэтому этим не стал заморачиваться, просто потому, что еще дешевый, либо некачественный инструмент, нужно не только услышать, там, проблема может быть даже не в этом, его еще нужно пошупать, а вот в формате видео, передать это, как бы, ну, довольно сложно, я, конечно, могу, ну, здесь гриф нормальный, как бы, мог продемонстрировать, что вот он тут вот, как бы, вот так, если на него смотреть, то типа все, ок, в смысле, вы на него смотрите вот так, и если он, как бы, норм, то все хорошо, здесь вот он ровный, нормальный, то есть, да, она пошкрябанная, побитая, но живая, на самом деле, ее можно восстановить, и, скорее всего, этим когда-нибудь занимать. Ну, заканчивая тематику по струнам, еще, вы должны знать, что существует разная обмотка, ну, собственно, основных их всего две, это кольцевая обмотка, это, там, проволочка, круглая, накручивается на несущую струну, и, есть струны с плоским, с плоской обмоткой, плоскую обмотку, чаще использовали, кстати, на советских струнах, вот я ее впервые на этих струнах, Светлана ее видел, думал долгое время, что они только, что эта обмотка была только там, такое, типа, ноу-хау советская, но нет, такие струны существуют и у западных производителей, в принципе, они используются для стилей музыки, там, джаз, кантри, ну, что-то такое, где нужен, скажем так, где нет шреддинга, вот этого всего, то есть вам нужно высекать мощный, хороший звук, да, такие струны, как раз для этого очень хорошо подходят, они меньше режут руку, естественно, но они довольно узкоспециализированы, последний момент по струнам, это, собственно, их калибр, считаются они в дюймах, 8 это 0,08, 0,08 дюйма, это самые тонкие наборы, и там, 9, 10, 11, 12, 13, это вот толщина именно первой струны, по поводу еще обмотки, кстати, я вам не советую никогда брать комплекты струн, у которых существует обмотка на третьей струне, почему, потому что сколько я не брал разных наборов, вот таких вот, именно с обмоткой третьей струны, заканчивал все ровно двумя, ну, вернее, там сначала начинался один, а за ним шел второй нюанс, то есть первый нюанс, она все равно звучала, как хрен пойми что, не знаю почему, у меня постоянно было ощущение, что струна не строит сама с собой, то есть, как это может быть, ну, вот, так это и было, кстати, ненадолго возвращаясь, у меня был такой случай, на этой же гитаре, которую я показывал, там стояли, когда еще родные, когда звукосниматели, которые еще я не менял, у меня было такое впечатление, что вот вторая струна сама с собой не строит, она вибрирует сама по себе, куда, что, почему, зачем, короче, когда я решил поменять звукосниматели, я разобрал старые, обнаружил, что у мастера не хватило магнитиков, по длине, ну, чтобы они охватывали вот все струны, и он один из магнитиков доточил, то есть, там вставил такой вот маленький магнитик, и вот этот стык между магнитами находился ровно на уровне второй струны, так что это тоже важно, дешевые звукосниматели, это, они там может и работают, и делают звук, но, если вот такую штуку купите, то очень нескоро поймете, что же за говно происходит, я сейчас не буду останавливаться, там, на рельсовых звукоснимателях, там, их на самом деле тоже огромное количество, для базы гитары еще больше вариаций, звукосниматели, там, разбитые на двое, то есть, это сингл, но двойной, короче, там очень-очень много нюансов, на самом деле, я же говорю, если вам интересно, я повторюсь, как и в видео с адским доктором, если вам интересно, ну, совсем уж такие специфические вопросы, реально задавайте их в комментах, с пометкой вопроса гитарному мастеру, и когда мы их там достаточное количество наберем, мы снимем такой видос, ну, поговорим с настоящим гитарным мастером, который занимается гитаростроительством, ну, наверное, лет 10, насколько, если мне не изменяет память, ну, короче, у чувака опыт есть, я помню, как он начинал, его тогда за мастера никто не считал, сейчас он считается одним из лучших мастеров города, может быть, не только города, вот, ну, короче, чувак шарит в теме, и он знает гораздо больше нюансов, которых, возможно, я даже не знаю, потому что я никогда не занимался постройкой гитары, если не считать, забитый там какой-то 95-й год, когда мы пытались дрелью выпилить из сосновой строительной доски, вот корпус, вот примерно такой формы, закончилось это, конечно, ничем, потому что, во-первых, уже сам корпус весил, по-моему, сто пятьсот тонн, и мы не знали, где вообще взять гриф, к нему, и, в общем, на этом моменте все и закончилось, теперь, значит, еще такой момент по грифам, значит, грифы, я могу, конечно, ошибаться, и мастер это явно знает лучше меня, ну, или, если кто-то знает точно, пусть напишет в комментах, но, насколько я знаю, гриф, именно, именно вот это, его часть, вот это, вот без головы, то есть, вот это вот, вот это вот, шейка, и сам гриф, это лицензированная штука вообще, и в мире их существует, лицензированных, ровно два, это гипсоновский гриф, и фендеровский, вот здесь, кстати, фендеровский, стоит, на день, и у меня гипсоновский, головы могут различаться, как угодно, то есть, вот это может быть, какой угодно вообще, форма, все, но вот эта конструкция, вот эта вот, вот она, реально лицензированная штука и существует ровно два по хорошему в глобальных отличиях в том, что фендеровский гриф он более тонкий и там удобнее делать всякие эти скоростные штуки на гипсоновском грифе он более джазовый, эти штуки я тоже делаю, но их делать гораздо сложнее отличия там более глубокий звук на гипсоновском грифе он более объемный более жирный поэтому я как бы превозмогая, скажем так, неудобства привык и уже давно играю все эти штуки на том грифе но вообще у меня довольно часто возникали идеи, чтобы попробовать какие-то вещи поиграть на фендеровском может быть ради этого стоит эту гитарку восстановить сравнить как бы свежие ощущения потому что я уже давно на таком не играл и последнее в принципе что нужно знать о гитарах это собственно с какой породы дерево она сделана я там с доктором, так сказать, совсем вкратце это все помянул действительно, ну в принципе мы сейчас коснемся двух основных пород дерева это ольха и красное дерево на самом деле вариаций огромное количество там могут быть и компоненты и все, там клееный гриф на болтах значит породы дерева основные, значит красное дерево дает нижнюю серединную окраску ольха дает верхнюю серединную окраску по-моему если не ошибаюсь и таристы овченами играют именно на вот таких инструментах и, значит, последнее, кстати, снова возвращаясь к анкеру и грифу уже в последний раз кстати, вот то, что мы не могли найти потом я уже понял, что мы не зря не стали этим заморачиваться потому что я видел инструменты, на которых вот что-то произошло с грифом возможно, как-то неудачно потянули анкер и гриф нужно было поменять заказывали гриф, не зная, как бы, нюансов, особенностей и максимально только, там, рассчитывали количество ладового то есть на этой гитаре 22, то брали 22 ладовые гитары иногда и брали больше один раз я играл вообще на 26 ладовой гитаре не знаю, зачем это, ну, было, короче такое у меня, не помню, что то ли Чарвел это какой-то был это давно, 98-й год, что-то такое, короче, очень давно так вот, дело в том, что, если вы заказываете не родной гриф тем более гриф от другого производителя самое первое, что у вас может произойти, какая проблема это несовпадение по болтам вот здесь вот эти болты могут не совпасть то есть просто дырки с болтами не совпадут и все в принципе, решаемая проблема, не буду сейчас говорить как это не очень правильный способ, но, типа, можно самый ад начинается, когда оно у вас начинает несовпадать вот здесь у меня попадался в руки один ас-инструмент где вот здесь вот между грифом была такая щель короче, что они сделали он у них, гриф был уже, чем вот эта канава они, значит, в щель подложили там, то ли спички, то ли куски дерева в общем, залили клеем, ну, чтобы, типа, вот тут ничего не было и, типа, он крепко держался, он был тут вот скручен на болтах но, поскольку они сделали вот такую штуку струны, вот здесь вот шли, как бы, немножко зигзагом то есть, если вам нужно было играть вот, ну, например, здесь да, тут не часто нужно играть, ну, мало ли то вот здесь вот при попытке нажатия на струну, даже ровного без всякого там бэнда, вниз или тем более вверх, она просто сразу пэнь и вот за гриф выскакивала то есть, вообще нельзя было зажать струну соответственно, здесь, в районе первой струны, она шла чуть ли не там, не посередине грифа, ну, не посередине, ну, там, в первой четверти то есть, не с краю, а вот очень, очень, как бы, странное зрелище было, очень странное ощущение, в общем-то, такой неудачный ремонт, на самом деле, в интернете миллиард картинок про неудачный ремонт гитары, ну, там совсем трэш-арт, конечно, вот, но есть и менее трэшовые, и адовые, как бы, варианты ремонта, при этом, они инструмент полностью угробили и сделать с ним уже ничего нельзя ну, и последнее, что нужно понимать про гитару, как бы, там, вскользь вспомянул эту электронику, показал с этим щелчки, то все, на самом деле, это еще не все, а, какими проводами спаяна гитара, как это все сделано, экранировано там все или нет внутри, потому что, особенно на гитаре со звукоснимателями и символами, там, где всего в одну сторону виток идет проволоки, они очень сильно фонят, особенно на перегрузе, избавиться от этого очень сложно, но дело в том, что так делают даже очень топовые инструменты, которые, как отслышал, ну, не вживую, конечно, просто видел какой-то фендер, который там легендарный, который стоил там миллионы денег, когда его включили, собственно, усилитель, он первое, что сделал, он просто зафонил. Как от этого избавлялись, собственно, появились наборы, вот это куча педалей, там, фильтры, шмильтры, вот это все только ради того, чтобы избавиться от вот этого фона, который в гитаре, в самой гитаре избавиться от него было нельзя. Это проблема сингловых звукоснимателей, то есть гитара, в принципе, с синглами предназначена для чистого звука, либо там легкого овера, совсем легкого, ну, то есть, чтобы это не усилилось, потому что любой дисторшн, это усиление звука до перегруза, и, соответственно, если у вас идет грязь или какая-то хрень, то в перегрузе она тем более будет слышна. Собственно, именно поэтому мы придумали хамбакеры, там витки на одном, в общем, на двух магнитах, они идут в противоположные стороны, благодаря этому происходит, короче, можно избавиться от вот этих наводок всех. Тем не менее, даже в таком случае, если сама пайка с всех там, вот всей проводки произведена хрен пойми как, там нет экранирования, ничего, это будет звучать очень стрёмно, на самом деле, в принципе, у меня на этой гитаре особого экранирования не было, ну, вот у нас здесь все, ну, как бы, есть кое-что, просто внутренние провода экранированы, нормально, и, как бы, без всяких проблем. Ну, бывает такое, что вот с пайкой проведена, там, хрен пойми как, причем даже у заводских инструментов, и если вот такая фигня происходит даже с хамбакерами, то это явный признак того, что инструмент собран, ну, хреново очень. Последний момент, осталось, собственно, помянуть шнуры, которые от вашей электрогитары идут в усилитель. Это тоже важный момент, потому что, когда я начинал играть на электрогитаре, шнурами была вообще дикая жопа, и набрать их, то есть, их купить, где-то достать было нереально. Мы ходили на радиорынык, мы понимали, что нужно кранированные шнуры, нам продали какие-то шнуры, то ли от телефонного, то ли, ну, короче, какие-то телефонные шнуры, там была такая фольга внутри, все это, и самый прикол в том, что, да, он не фонил, но он и не гнулся, то есть, его можно было собрать примерно вот в такое кольцо, это вот максимум, дальше он уже не сгибался. Естественно, поскольку он был совершенно ни хрена не гибким, внутри была одна жила, то есть, главное, средняя одна жила была, естественно, они обламывались, отваливались, то есть, это был ад, мы с ними просто намучились, дичайше совершенно, и мучились мы с ними до тех пор, пока у нас в музыкальных магазинах все-таки не стали появляться, ну, во-первых, сами магазины стали появляться там, во-вторых, у них начал появляться ассортимент чуть более расширенный, и вот тогда уже мы начали покупать нормальные гитарные шнуры, и, собственно, дорогой шнур – это хороший шнур, там, может быть, он вообще вакуумированный, то есть, вообще все залито там, не подберется никакая влага, ржавчина никогда. У меня шнур на Дине, который я покупал для Дина, он уже тут живет вместе с ним, тоже вот с 2007 года, один раз я перепаивал один этот джек, джеки у меня тоже они летели, ну, вот, я не помню, какие там стоят, то ли неутрик, по-моему, надо будет посмотреть, короче, я, если что, уточню, если вам интересно, то в каком-нибудь следующем видео покажу прицельное, вот, и вот на джеке вот я уже стоят, ну, действительно, уже 13 лет, и ничего с ним не происходит, вот, вообще, один раз я поменял пайку, просто на одном джеке она там отпаялась со временем. На Дине, значит, такие были произведены ремонтные работы, там мы заменили этот переключатель между, там он изначально с браком был, и, ну, прожил он лет 7, наверное, вот, и поменял, вот, не так давно, ну, там где-то год назад, он уже сломался до такой степени, что я просто клеем залил, чтобы он хотя бы как-то держал положение и позволял играть, ну, в итоге я поменял, и чуть ранее из строя вышла манка в ход, короче, ну, она вышла, ее я менял и поменял еще раз, но она выходит из строя не столько из-за усталости металла, можно, как бы, поджать эту всю фигню, если она там раскручивается, ну, в смысле, раздрачивается, можно подтянуть к середине, поджать, и джек снова будет держаться крепко, но из-за, как бы, влаги у нас в помещении, и вообще она просто со временем поржавела, как бы, и эта штука, в общем, фактически расходник, на самом деле, то есть, его нужно менять. Вот, в принципе, и все, что с гитарой у меня происходило, то есть, глобальных каких-то поломок не было, в отличие от этой, вот с этой, и с этим Джексоном я много чего производил, модифицировал, делал, улучшал, ну, как, вот своими руками, как понимал, как мог, то есть, было нечем, там, есть ключи, шестигранник и отвертка, и вот, все, что ты с помощью этого мог сделать, тогда я все делал. К сожалению, если я не касался анкера вообще никогда, потому что все окей было всегда в этом плане, и я не заморачивался, чтобы там что-то с этим делать. Ну, я думаю, что, в принципе, ответил на все основные вопросы по нюансам выбора инструмента, то есть, если инструмент сделан там из металла, то какой сплав металла, какие там фурнитура на саксофоне стоит или на флейте. Карбон, карбон сам по себе дорогой, поэтому там инструменты, там фурнитуру фуфловую не будут ставить, вот, там все стоит очень крутое, но карбон сам по себе дорогой материал, поэтому из него инструмент, инструмент, произведенный из карбона, стоит таких очень хороших денег, и для начинающих музыкантов он, конечно, это недостижимо, непонятно, да и для чего вообще это все. Ну что ж, будем закругляться, я думаю, что я заслужил на ойс, вот, подписывайтесь на канал, жмакайте колокольчик, чтобы не пропустить, и если вам интересно, кстати, напишите в комментах, если вам зашел такой формат, то мы будем адским доктором делать обзоры, ну, тем, какую-то тему возьмем, и вкратце оно там будет описано. Там, там очень много тем, то есть первый выпуск это всего лишь, всего лишь чуть-чуть, и мы там охватили, в принципе, все нюансы, но совсем просто помянули их, то есть вы видите, насколько длинный этот ролик, и на самом деле не столь подробно это все рассказал, мне как рассказал максимально подробно, насколько это возможно, но если как бы не там шупать, видеть и понимать нюансы, на которые я бы там мог указать или другой чувак, который там разбирается лучше, то понять такие моменты будет довольно сложно. Ну что ж, всем пока, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok